и снова здравствуйте всем привет давайте в этом ролике рассмотрим возможность скульпт с альфа 6 именно работать полноценно с персонажкой как это дело будет обстоять плюсы минусы в чем рассмотрим мы потом посмотрим развертку которую делает paint весь процесс скульпта скульпт с альфа 6 происходит со сферы или с примитивов вы можете здесь наделать своих болванок и потом их использовать именно для компоновки стыковки создания персонажа подгрузим какую-нибудь болванку которую можно было бы сделать именно скульпт с альфа 6 вот такая вот болванка это забрать вы можете и скачивать и с этого персонажа делать какого-нибудь своего используя кисточку граб где-то вытягивать создавать какого-нибудь монстра или создавать я не знаю там какой-нибудь пса волка но минус чем вы видите что у болванки двойной хвост а вам нужен одинарный все вы это здесь не соедините никаким образом обрезать скульпт с альфа 6 тоже это нереально отделить тоже вот это является минусом если использовать болванку то нужно где вы ее возьмете обрезать допустим усы вот усы вот эти еще можно переработать как-то их там сгладить и увести и далее но с хвостом вариантов уже не будет так еще минус что когда вы что-то вытягиваете делаете заводите в персонажа делайте на него нахлесты какие-то то потом после переработки сетки сетка единственное как перерабатывается это понижение и увеличение полигонажа варфрейм давайте посмотрим вот так здесь квадры но когда вы понизите полигонаж сетки работать сетка будет именно программа с трисами они выглядят треугольниками квадры это квадраты и вот вы вытянули такой момент персонажа вы видите что стыковка не будет происходить нахлёст возможно стыковка нет выбираем клей или допустим дисклея вы можете все это дело вот таким вот образом заполнить да у вас появится какая-то щель вот эта штука вы ее можете скрыть но только одним вариантом это флатом и вот этим делом выглаживания все равно тут будет немножко видите ломаться и вам придется немножко потрудиться побольше накидывая вот этот весь масштаб ну вот это вы уже эту стыковку перешив чтобы убираете вы уже никуда не денете единственное что вы когда вылепите персонажа здесь можете переработать его изменить сетку это забрать или в другой какой-то программе в блендер допустим ход 3d код вот вот это минус с сеткой работать нельзя также что здесь еще является минусом в работе это другой момент целого материала с целой болванки вы можете сделать полноценного персонажа вот все это не суть вопроса это реально следующий вариант у вас вылеплена болванка вот такую болванку сделать скульпт из альфа 6 это очень реально и не настолько это все сложно вытягиваете компонуйте я уже показывал в прошлых роликах что используете флатом и вот все это дело уплотняете придаете персонажу какую-то форму а потом долепливаете уже вот эти все детали работаете вытяжкой здесь нельзя вставить дополнительные примитивы это минус из примитивов только сфера и план план в основном используется для каких-то плоских деталей барельефы рельефы барельефы можно тут лепить ну и минус план в том что его нельзя растянуть здесь нет гизма единственное гизма здесь это граб которым вы можете что-то подтягивать корректировать вытягивать изменять какие-то детали персонажа ну еще один вариант это уже наработка массы берете и нарабатываете массу которую потом возможно придаете форму уже кисточкой флаты уже у вас получается какой-то монстр скопки шестой можно вылепить достойного персонажа это факт но тут уже появляется другой вопрос допустим вам нужно сделать одежду контрол маскирование здесь есть но шкулы вот эту вот часть вы уже не сможете сделать экстракт другие какие-то манипуляции которые помогут отделить вот этот мэш сделать второй мэш так болванки рекомендую делать без кистей рук кисти рук вы можете вылепить здесь же тоже отдельно уже и сохранить допустим кисть руки но кисть руки у вас должна быть именно правая почему потому что зеркалка здесь работает именно справа налево вот вы видите и лепить нужно правую стопу правую кисть иначе вы когда будет зеркалка вы ее уже не отзеркалите и когда у вас наработана база допустим у вас есть множество болванок вы их можете сделать здесь любые болванки там человека обезьяны даже лошадь здесь все это дело можно сделать и сохранять чисто голые болванки без проработки деталей и потом их использовать если человека вы сделали повторюсь делайте без кистей почему просто кисти рук бывают разные и каждую каждый раз прорабатывать делать новую кисть и делать новое тело это трата времени и сил желательно использовать конечно болванки так вы импортируете сюда кисть руки которую вылепили тоже скульптус альфа 6 допустим все заготовки возьмем к примеру что вы сделали именно сами и сделали в этой программе у вас наработана большая база и вы значит можете импортировать сюда допустим кисти рук вот две кисти получилось почему потому что кисть правая и она отзеркалилась именно налево если бы была сейчас левая кисть она бы не отзеркалилась направо и вот в этом уже значит проблема резки повторюсь здесь нет только отдельная лепка каких-то деталей и потом вот используя граб вы можете это все дело стыковать можете закидывать без симметрии подключенной симметрии у вас получится одна кисть и и вам будет проще ее допустим подогнать персонажа но здесь все работает симметрично синхронно получается если я сейчас захочу уменьшить кисть я выбираю кисточку вот эту вот скайл делаю ее прям побольше или использую шифт колесико уменьшаем где-то кисточку и вот она почему-то не видно настолько большая или настолько маленькая так переключаться между софтулами можно левой кнопкой мыши нажимая на тот или иной софтул следом отключить глобал вот она появляется была включена глобал как и здесь глобал для передвижения включается только здесь отключается так шифт колесико крутим и у нас значит должна быть на всю на весь мэш почему чтобы он зацепил все вот эти детали вы их тянете уменьшаете вот частности я тянул влево следом включаете град включаете глобал и уже включенным глобал подгоняете кисти рук уже персонажа вот точно так же вы можете сделать со стопами с какими-то еще деталями и тут вот еще вопрос в чем состоит допустим вы сняли маску все у вас уже эти предметы не выберутся вам нужно отключить симметрию и закинуть сюда импортировать ну без разницы что ну давайте опять руку я импортирую и с помощью add object уводим ее в бок щелкаем вот у нас получилась правая кисть я не могу точно уменьшить уменьшить вот не все взялось и получается не синхронно все это ну какая-то деталь опаздывает вот я ее могу оставить здесь вот в таком нибудь углу пусть она будет небольшая чтобы не мешало допустим при таком повороте я ее могу control z global включаю свожу куда-нибудь вдаль ну чтобы она сзади не была чтобы вот именно была сбоку для чего для того чтобы допустим вы сбились и закинули какой-то меш чтобы опять иметь возможность переключаться между соптулами когда модель вылеплена что можно сделать вы можете разбить ее точно так же закинув какой-то соптул вот допустим все модель я вылепил мне надо ее разбить я закидываю еще какой-то меш теперь он становится вот таким вот образом вот я теперь могу опять разбивать персонажа по деталям только теперь видите у меня была одна кисть теперь вот у меня две кисти но буду делать правую будет меняться и левая это вот есть зажгут так и по завершение желательно конечно все это дело растянуть ну допустим вот эту кисть сюда эту кисть сюда они уже вы видите что не одно целое вот если я сейчас правую кисть обзеркалю у нас обзеркалится все видите опять по две и именно вверху от персонажа независимо что эти кисти были опущены поэтому персонажа можно делать полностью тут вот таким вот образом делать одну сторону сначала прорабатывать ну за исключением одежды одежда должна прорабатываться на всем персонажем таким вот образом и лепить вы будете одежду на персонаж те же штаны не будет уже вот этой анатомии поэтому к анатомии мы относимся не важно как просто здесь нужно теперь отдельно лепить щитки щитки можно лепить использовать сферу добавляем допустим сферу я ее также уменьшаю подгоняю ее к плечу и уже от этой сферы начинаю допустим делать ну щиток какой-нибудь да если это у меня рыцарь я это все делаю значит иминаю подгоняю вытаскиваю все я могу сделать нормального допустим гладиатора ну вот вы зацепляете соседний меш и он переключается это тоже возможно будет нервировать так что еще хотелось бы сказать так как голову делать это опять же можно на самом сейчас персонажи вот с этой болванки начинаете залепить какого-нибудь человека использовать его именно в качестве болванки для лепки головы так ну вот такая штука для болванок для болванок эта программа все незаменима вот для проработки каких-то деталей здесь все удобно играючись вы все это дело делаете но вот есть такие нюансы именно по одежде чтобы отдельно было но если вы делаете игрового персонажа и вам без разницы делайте на него готовую одежду с какими-то частями так опять же что еще по ремням если вы начинаете делать ремни то единственный вариант сделать ремень это кисточка клей но включенный клей и значит так вы ставите интенсивную допустим побольше и вот ровно вот это все дело проводите вот вроде бы у вас получается ремень но четкости четкости такой в принципе нет даже если вы начинаете ремень подрезать у вас появляются при сглаживании какие-то части детали если только что вот вариантом вот такого выглаживания бокового достигать этого цель есть неудобство вместо того чтобы кисточкой или экстрактом делать тот же ремень и пократить меньше времени чем его сидеть здесь полировать ну вроде бы все вот это самая такая ступенция что не перерабатывается сетка нету дополнительных саптулов нельзя работать отдельно списка саптулов нет между которыми переключаться вот это является минусом так теперь по покраске давайте разберемся по покраске 19000 полигонов сейчас я поставлю тут поменьше резолюцию тут придется немножко подождать если модель более полигональная то красить очень проблематично долго загружает модели под краску и получается тоже создает нервозность и неудобство и так идем теперь по покраске у меня тут какой-то сбой именно со ступкой сайфа шестой видите у меня не включается симметрия и не работает шаг вперед ctrl shift z со стыковкой ну это горячей клавиши я с этим вопросом еще разберусь это вот видно нестыковка с какой-то программой она что-то произошло и или с клавиатурой набор сбился какой-то именно для этой проги или на нее влияет другая прога что это не хочет полноценно работать с этим делом было разбираться так по покраске малый выбор цветов ну какой как какой вариант значит цветов то много вот я крашу персонажа давайте полностью его покрасну материал можно поменять вот таким вот образом все сначала нужно одним цветом закрасить почему просто вот эта черная штука вот которая есть на персонажа если ее не закрасить монолитно в один цвет она потом будет на всем персонаже на краске на развертке и так далее когда вы все закрасили выбираем другие цвета или клавиша x переключаемся допустим между цветами у нас голова пусть будет зеленая и вот вопрос я добавляю еще один цвет допустим синий окей рисую где-то вот тут им какую-нибудь ступенцию а мне нужен теперь зеленый но в списке отсутствуют и горячие клавиши с я могу открыть только выборку значит цветов а если нажимаю c английская как выбрать то цвет не выбирается это возможно и есть такая штука переключаться между цветами горячими клавишами но она видно полетела как вот вот эта симметрия так что еще я могу сказать изначально у вас будет вот такая вот такой вид как их называть рабочих вот этих функций нам нужно сохранить персонажи нам и здесь вы можете сохранить сейф текстуру поглядеть в текстуру по моему клавиша t да клавиша t вот такая развертка тут интереснейшая делает скупе сайфа 6 и вот здесь есть нераскрашенные детали вы их видите да вот они темные Texel Core 34% 461 патчи вот видите как будто что-то понял патчи ну и короче персонаж раскрасим есть бампы нормалы сейф текстур давайте сохраним текстуру напишем ну пускай 33 будет формат png jpeg сможет сохранять сохраняем ну и сохраняем вот этого персонажа экспорт ну тоже назовем 55 пусть будет ну все тут можно те же материалы применять делать рендер это в опции заходите вот сейф иначе он сохраняет вам значит рендер там горячая клавиша все это дело отключается выставляете его как надо вот и вот в таком духе будет сделан сделан рендер так за что еще тут не сказал ну в принципе инвертация вот можно переключаться не клавишей x вот так тут все написано а просто функцию нажимать добавлять несколько материалов вот один материал второй материал третий вот выбирать их и вот между ними потом переключаться что тут та же интенсивность размер кисти все по простому ну персонаж в принципе если хорошо раскрасить будет выглядеть цвета прикольные давайте теперь ZBrush посмотрим как он будет выглядеть и так ZBrush импортируем сюда нашего вот этого гаврика 55 вытягиваем и вот за что я говорил смотрите видите у нас есть кисти рук вот мы их можем теперь как отделить маскируем одну руку делаем Ctrl W и маскируем вторую руку делаем Ctrl W так ну и в принципе персонаж остается цены 19 тысяч полигонов сейчас лишним у этого персонажа заходим заходим текстуры map и подключаем импортируем сюда нашу вот эту текстуру вы видите насколько все ужасно и страшно но мы не боимся заходим в текстуры так импортируем сюда текстуру open находим находим текстуру и делаем ей флип заходим опять текстуры map и находим нашу текстуру и перевернутую уже подключаем ее к персонажу и все персонаж у нас раскрашен если он будет полностью готовый то в принципе уже эту модель можно и в ригах использовать если она вся проработанная тут одежда отдельно все пораскрашено в принципе больше ничего не надо игровая модель будет готова в блендер можно вставить ему кости сделать анимацию и все а что вот это итак скульптиса 6 можно использовать полноценно для работы значит даже не полноценно а средний полноценно для создания персонажа и последующим закид его в игровой допустим движок или в мульфин так здесь вот что получается видите какая сетка так а тут вообще интересно где какая тут трисы тут уже трисы какие-то перекрученные ну слово это уже после наверное как его называется после раскраски так и получается отделить я не могу вот этот щиток но вы видите что сетка сетка она же здесь как как сказать видите нестыкованная это просто мышь закинутый в этот ну вдавлены в этот персонаж давайте попробуем сделать что это значит полигруппы и сделаем автогруппу так смотрим вот получилось отделить все можно отделять после скульптуры с альфа 6 и работать уже здесь все это дело нормально я с этим не сталкивался но в принципе все работает значит можно не средне полноценно а уже и полноценно работать скульпту с альфа 6 по скульпту наравне именно выбрас но только там не раскрашивать а просто делать как скульпт закидывать допустим в эту программу или в другую и красить уже в другой программе допустим макбокс блендер там еще что-то ну предварительно отделив конечно и переделав сетку вот эту вот так как это все разделить нажмем сплит глуп сплит окей и вот они все наши саптулы развертку и покраску скульптис альфа 6 если не делать то можно персонажа спокойно здесь теперь переработать переделать ему сетку левая кнопка мыши делаем допустим дайна мыс переделаем всю сетку в квадры и теперь значит квадры переделаем и симметрию включаем переделаем нашего персонажа в rms так вот здесь я двигал персонажа и он у меня не симметрично просто стоит и вот симметрия сделала симметричного персонажа за этим тоже нужно смотреть внимательно и вот когда у нас уже получился здесь персонаж мы его тут уже дорабатываем допустим просто меняем там сетку подвертку там еще что-то делаем ну в принципе что а ничего персонажа можно лепить полностью скульптис альфа-6 но одежду лучше делать здесь маскируете и делаете допустим экстракт и вот у вас уже получается рубашка вот такую штуку скульптис альфа-6 вы уже никогда не сделаете и работаете только с рубашкой точно так же делается и штаны выбираете эту студенцию делаете экстракт открыт маску снимаете и вот у вас уже полноценный спортсмен вот такая информация все всем пока до свидания у вы 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok